Харьков, сегодня 17 декабря, сейчас немножко расскажу, что интересненько. Ну, вот так вот в Харькове у нас было вчера. Сегодня уже свет дали, но опять его отключили повторно уже, наверное, скорее всего по графику, либо по аварийному, не знаю. Вчера люди кинулись, когда вырубили свет по всему городу на заправки, почему-то кинулись некоторые заправляться. Ну, наверное, чтобы было про запас. В метро вчера, естественно, не ходило, но в метро свет был. Не знаю, откуда питание, скорее всего, с каких-то дизельных генераторов. Не знаю, может быть, какие-то батареи у них стоят, без понятия. Сразу вчера активировались комментаторы активные. Особенно меня вчера поразили те люди, которые пишут комментарии за деньги. Их легко определить, потому что они даже не знают самое ключевое слово. Они пишут, вот, а как вы 8 лет бомбили Донбасс. И главное, этот человек пишет Донбасс, хотя бы в интернете посмотрел, а как это слово пишется. Пишет две ошибки, сразу в слове делает. ДО-М и БА-С с одной С. Ну, уже сначала прочитайте хотя бы, если вы пишете там свои 2 рубля, свой непонятный комментарий. Вам сказали его, надо написать за 2 гривны, или за 2 рубля. И вы пишете. Ну, так вы в интернете наберите, хотя бы узнайте, как это правильно Донбасс пишется. Донбасс пишется с буквой Н и с двумя С. Запомните это. Это показывает вашу безграмотность. Вы хотя бы, если пишете, научитесь грамотно писать. Ну, а Харьков сегодня, конечно же, приходит после вчерашнего себя. Вчера у нас свет дали где-то около 7 вечера. Вода появилась уже ночью, там где-то в час ночи. Я ночью просыпался, вода уже была. Это хорошо. С утра уже дали отопление. А вот так вот люди вчера вечером шли домой, возвращались. Домой шли толпы. Потому что таксисты, естественно, влупили цены сразу втридорого. Ну, и многие пошли пешком. А вот такие вот вчера были магазинчики. Тут пчелки всякие, вращения, красивые. Ну, и сразу, у кого есть генераторы, все их сразу дружно завели. Ну, вот так вот живет Харьков почти два дня без электричества. Сегодня по графику. Ну, вот как-то так.